но все-таки гражданские войне должен быть и конец когда а где гражданская война на украине во всяком случае там еще же не закончилась какая же там гражданская война там была революция достоинства люди именно вот хотели изменений хотели сделать себе что-то хорошее убрали того кто делает им плохо потом был захват крыма ну нелегальный россия захватила приветствую как проходит начало нового года да ничего вот так много пили на новый год а что ждете в новом году в 21 как вы думаете нет я я практически не пил я практически не пью нет не торгует что ждете в двадцать первом году как вы думаете что в россии будет хорошего за старом году да и ничего хорошего точно не будет а чего почему так пессимистично 20 по мне было а почему а что можно сделать что было хорошо тревогу забить надо кому власть но власть уже сколько лет она никакую тревогу не бьет и не собирается бить у нее все хорошо ей нормально жить деньги есть катаются по всему миру покупает яхты себе скупают разные заводы у них все хорошо а людям платят копейки ну все печально будет а сейчас байден приходит власти в америке думаете что то есть изменится для россии от того что байден президент будет в америке кто будет президент байден вот он 20 числа будет инаугурация уже он приходит классе что будет что ждет россии нас это не коснется мне кажется не давайте больше санкции будет рубль будет стоить не 75 там 150 например каким-то образом коснется россию санкции ведут еще больше акцизы акцизы подымают как бы на топливо носить на табак то есть чего чего-то еще ждать другого но я думаю ничего нового не будет абсолютно нет но вы как не собираетесь из россии уезжать или все-таки подумываете время пока нет пока нет но как вы думаете сегодняшняя россия отличается от других стран европы запада конец а чем она отличается что внешне россия продана продана кем путин путин ну вообще мне не путин и мое правительство хорошо если ну вот продается так и все да почему народ ничего не где все молчат никто не хочет ничего менять никто ничего не хочет никаких изменений путин теперь все теперь я буду все пожизненно а вы все молчите все в стадо здесь только я могу говорить потому что революцию сделать это очень сложно только в россии сложно или других странах тоже сложно революции почему есть примеры разных стран там где все это проходило в нашей стране сложно сделать а чем отличается скажем житель россии от жителя и не знаю ирака например дак или украины или того же там не знаю франции во многих странах были революции свое время у нас экономика хуже подорвана то есть вы считаете чем меньше чем хуже экономика тем сложнее сделать революцию стране да по большому туда по половину населения без работы находится вот сейчас перед вами говорил женщиной но такая оптимист и она говорит да у нас все хорошо у нас все зарабатывают по 50000 за счет и зарплаты это говорит все неправда что люди жалуются а потому что я же часть много сейчас улетки вот с вами общаюсь другими что такое что такое 50000 вообще она считает что-то достойная хорошая зарплата это вообще это это копейки хорошо какая должна быть зарплата в россии чтобы люди по-настоящему почувствовали вот это нормальная зарплата достойная для каждого человека сколько человек должен заработать как вы думаете ну в среднем 250 тысяч 250 тысяч ну я слышал цифры где-то люди говорят 100000 хотя бы 100000 чтобы каждый зарабатывал но опять-таки москва например да и другие города это разные вещи правильно москва петербург это там люди могут зарабатывать нужно зарабатывать больше потому что там жизнь дороже получается жилье особенно а скажите вот хорошо если кто-то щас придет сказать вот я вам гарантирую что у вас будут зарплаты там по 150 тысяч у всех вот только выбирайте меня люди поверят этому человеку если она будет за путина почему путь поддерживать как вы думаете почему путина поддерживают люди вот он же реально уже столько лет у власти люди видят что россия катится просто вниз и все хуже 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 становится вот этих пришелся человек и сказал я буду значит за народ я буду предлагать народу минимум сто тысяч заплату как вы думаете люди будут за него голосовать или все равно будет говорить ну давай дадим еще шанс путина в частности что-то придумаешь это хорошее сделай ну вообще вновь прибывшего как правило подводят изначально то есть подбираю потом подводят долгий процесс так просто бывает что вы другого будет нет я думаю что ближайшие годы ничего не поменяется абсолютно то есть люди будут просто терпеть продолжать живут от и будут цены чем меньше значит будет все еще тоже да то есть будет еще хуже а люди будут просто молчать да и никто ничего и никто ничего не смог сделать да так и будет ближайшие года так будет а как вы думаете есть вообще вероятность такая чтобы сегодня россия помирилась со всеми ну из украины естественно то есть надо наладить отношения каким-то образом но вообще вероятность есть конечно я так думаю вероятность есть но небольшая а каким образом это сделать но все-таки гражданской войне должен быть и конец когда а где гражданская война но украине во всяком случае там еще же не закончилась какая же там гражданская война там была революция достоинства люди именно вот хотели изменений хотели сделать себе что-то хорошее убрали того кто делает им плохо потом был захват крыма ну нелегальный россия захватила крым как вы думаете почему путин не спросил свой народ вот он сделал как бы до референдум в украине но они делают референдум в россии почему они спасутся но это ребята мы хотим присоединить себе крым хотите ли вы но чтобы вы знали что крым этот дотационный регион что там денег никаких ждать не придется нам придется из москвы перечисли перечислять и много кучу денег а эти деньги мы будем забирать у других людей которые платят налоги как вы думаете вот россияне вы сказали бы хорошо или все-таки стали не давайте подумаем нужен ли нам крым ну крыль в принципе сегодня тянет россию вниз это же как удавка просто петлю набросил путин на на шею всего народа россии и теперь затягивает ее мне кажется россия была не против нет россия была не против потому что захватил и начал патриотизм головы людям вставлять ура крым всегда наш и так дальше на самом деле что людям стало лучше от крыма спросите любого человека там не знаю в воронеже там или в новгороде неважно где спросите вам от этого как-то лучше стало вам все скажут нет многие говорят и вообще-то никогда не было не поеду а некоторые говорят да мы живем приморском крае нам от крыма вообще ну не холодно не жарко ну да но вам же сказали спасти вам вот к полиция сказала крым наш и все люди во ура крым наш а то что там люди станут хуже жить то что будут санкции то что рубль будет по 75 то что крым теперь нужно кормить это ничего не говорилось просто составляли тезисы те которые нужно власти а люди просто без того чтобы думать начали кричать и поддерживать причем зная что этой власти верить нельзя вот вы сами сказали вначале что власти верить нельзя почему бы ей в одних случаях не верите а в других случаях как бы доверяете ну тут спорный вопрос конечно ну скажите поспорим а вы где живете я на севере живу западного полушария а мы в приморском крае но скажите люди в приморском крае как относится вообще к российской власти там к путину к его команде всем но людям не не обидно что россия самая большая по территории страна имеет всю таблицу менделеева да все кто находится возле путина все миллиардеры все друзья миллиардеры а люди работают за копейки вот вы читаете это вообще справедливо честно но это далеко несправедливо и нечестно по отношению вообще к россиянам вообще своей стране гражданскому народу ну конечно не справедливо хорошо а как это изменить если это несправедливо есть рецепт как исправить ситуацию с миром да то есть признать свои ошибки какие-то как это делали все страны вот свое время германия до нас была врагом практически всего мира немцев просто ненавидели везде а потом прошло время немцы признали сначала свои ошибки покаялись там выплатили репарации извинялись очень много до сих пор изменяются за то что они сделали и постепенно 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 с годами германия пришла к тому что она стала цивилизованной страной люди к ней нормально относятся все страны она дружит со всем миром а россия получается сейчас идет по такому же пути она ссорится со всем миром она захватывает территории непонятно для чего причем у страны которая в принципе люди ну нормально относились к россиян россиян украинцы хорошо относились к россии если по 2014 года спросить любого украинца там нужно ли нам нато ступать нужно ли нам там говорит что россия плохая да все были да нет конечно то есть мы все россию нормально дружеская нам страна там наши живут родственники многие там все хорошо зачем нужно было брать и просто делать у своих границ врагов себе путина же сделал врагов у своих границ а людям рассказывает сказки о том что так и надо и все хорошо при этом обворовая всех россиян забирая у них деньги которые принадлежат россиянам потому что как они говорят там газ нет достояния россии это достояние окружения путина никакой не россии что например даже вам любит фриморском крае до от того что россия добывает много нефти ну да бывает она много нефти сейчас обратите внимание да причем тут нефть я страна вообще россия россия она сейчас живет в долг да конечно она и и нет сейчас стоит копейку и хорошо вся страна вообще в принципе вся страна в россии вообще все россияне не живут это правда ты и ипотеки согласен скажите а вот вот как вы думаете люди в россии готовы были бы если бы сказать знаете что ребята все отдаем крым обратно налаживаем отношения значит с цивилизованными странами опять будет там доллар по 35 опять у нас будет сам за демократическое общество путина убираем ставится какой-то нормальный человек который значит такой экономика значит такой политика за что по сегодня весь мир и будет лучше как вы думаете народ бы россии согласился на это или нет не факт то есть он согласен терпеть он согласен что было там рубль по 150 условно говоря чтобы зарплаты у людей падали чтобы цены на продукты подымались но зато иметь этот дух патриотизма да то есть вот так считаете ну я считаю тогда то что страна выбрала этот эпизод то есть видим вас восхитилась и как-то что-то переменить в этом духе я думаю так просто не получится а вот а у вас переменилось что-то в духе вот с момента там 2014 года и по сейчас у вас какие-то мысли от другие стали или все равно вы так как вы думали так и думаете 2001 года ну скажите с 2013 года или там 2008 года я не знаю вот как с какого года вы можете посчитать но честно даже вот с 13 года особо ничего не изменилось ну как изменилось но вы же сказали что жизнь становится хуже дороже всего людей зарплаты хуже работу людям тяжелее найти миллиардеров в россии становится больше и и бедный становится больше вот чем парадокс ну да ладно я прощаюсь телефон отдавать хорошо давайте пока ну вот такое общение представьте то есть какая каша в голове у людей он здесь с одной стороны говорит что здесь путин плохой что там все плохо но ничего не надо нельзя сделать ничего менять не нужно то есть я ему объясняю что вот в германии было так и вот пока они не покаялись пока не стали на рельсы нормальной цивилизованной страны и сделали выбор в правильную сторону у них ничего никаких изменений не было и вот когда началось это изменение сегодня германия посмотрите какая успешная страна и на эту страну равняется сегодня много стран несмотря на то что еще как бы ну совсем сравнительно недавно эта страна была враг номер один человечество поэтому в россии сегодня ничего хорошего пока ждать не предвидится у них настолько пропагандой и агрессии и ненавистью которой со школы поддерживается пока эта пропаганда сидит внутри них и туда пропаганда но уже и их мысли которые они озвучивают которые они рассказывают другим людям объясняют что такое сегодняшняя россия нужно рассказывать можно иллюзии разные о том что мы такие сильные вот у нас так все классно так все хорошо но это все разбивается о факты реальной действительности а факты реальной действительности сегодня это то что россия сегодня никакая не великая что сегодня люди в россии живут плохо что молодежь хочет уехать самые умные люди хотят уехать а те умные которые не хотят уехать они пытаются бороться с сегодняшней властью любыми способами такими какими они видят для себя как то так ребята напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу я вас еще раз поздравляю с новым годом 2021 я вам всем желаю самого большого счастья и в первую очередь свободы потому когда есть свобода потом остальное все к ней прилагается но никак не наоборот это ошибка в россии и они хотят получить все а потом уже говорить о свободе так не бывает сначала свобода потом все остальное увидимся скоро я всем желаю добра любви счастья и понимания пока